Итак, всем привет! Вы на канале Китайфон. С вами я, меня зовут Владимир. И сегодня будет не обзор, сегодня будет обычное разговорное видео для тех, будет оно актуально, кто сейчас собирает своего сына в армию. Сейчас у нас-то начался, как вы знаете, уже идет, считай, месяц призыв. И я думаю, я как отец призывника, который уже полгода служил и сейчас уже находится в части, то есть он уже поехал менять ребят, которых уже будут готовить под дембель, вам это будет полезная информация для тех, кто сейчас собирает своего сына в армию. Что взять? Еще раз говорю, я не какой-то там великий специалист, вот как я собирал и собирал в последующем информацию об своих ошибках, которые я допустил со сбором сына в армию. Вот сейчас я вам это все и покажу, расскажу. Ну, буду отвлекаться в телефон, поэтому там, как говорится, есть заметочки, записочки. Ну и уж не обессудьте. Итак, начнем с близкой мне темы, это с гаджетов и прочей электроники. Во-первых, встает резко вопрос об связи. Естественно, вы там будете на величайшей жоге, когда сын не позвонил, не перезвонил. Поэтому, ребята, мамы, папы, братья, сестры, кто там это дело смотрит, что мне сказал мой сын через полгода после учебы. Я спросил у него, какие смартфоны можно. Смартфоны, ребята, нельзя никакие. Это я вам сразу говорю. Все это на нелегальном положении. За все это светит вам наказание. Вполне возможно, оно будет связано с какими-то затратами финансовыми, потому что ни для кого не секрет, что люди бывают разные. Для кого-то армия – это не просто защита, честь, достоинство и любовь к родине. А для кого-то это банальное место, куда он ходит зарабатывать деньги. И зарабатывают деньги по-разному. Так вот, со смартфонами поступают очень просто. Их либо забирают, либо в некоторых местах целая доска почета есть с прикрученными смартфонами к ней и с надписью, чей смартфон обращаться, кто потерял, обращаться к тому-то, тому-то. Так что это не какие-то чудесные сказки. Все это дело есть. В большинстве своем учебки смартфоны не прибивают, не разбивают, не выкидывают, их забирают и все это хранится в специальном ящике у комбата. Ну или там в ответственного. В моем случае хранилось у комбата. Поэтому смарт и все отметаем сразу. Для того, чтобы ребенок оставался на связи, нужен тапик. Тапик – это телефон с кнопками. И чем более функциональный он будет в плане своих возможностей, тем лучше будет в целом. Для того, чтобы в моменты, когда есть время личное у солдата, чтобы он мог хоть как-то его там с пользой для себя провести. То есть желательно, чтобы в нем был разъем для наушников. И не менее желательно, чтобы в нем было радио и, возможно, поддержка флешек. Ребят, я и мамы, и папы опять ребята почему-то проскакивают. Родители. Не скажу, что все мои слова будут на 100% истинные. Все это достаточно быстро познается в учебке. Но вот это все, что я скажу, это не совсем уставное. Поверьте, уставное звучит по-другому. И смарты, точнее, и тапики уставные выглядят совсем по-другому. Но хочется именно эти, последующие ребятам. Я начинал попыток приобретения старых Нокий. Но это все дело заканчивалось тем, что там либо нельзя было флешку поставить, либо можно было поставить флешку и был блютус. Блютус и это уже как бы не уставное. Поэтому желательно, чтобы как минимум там не было блютуса. По причине того, что, не знаю, вот внезапно это становится неуставным смартфоном. Если камеру можно как-то вскрыть, телефон ее уничтожить, то есть механически, не знаю, высверлить, выдрать, выпаять, закрасить окошко с камерой. И это, в принципе, примут. То блютус вы никак не выковырите из прошивки. И будет, соответственно, повод телефон этот забрать. Поэтому, возможно, возможно, это и не стопроцентно, но вот как есть. То есть, значит, несколько моделей хочу отметить, которые понравились сыну моему, которые были у ребят, и они достаточно неплохо себя показали. Первый – это BQ Tank Mini. Это бюджетные модельки. Не пытайтесь купить дорогой какой-то тапик в учебку. Есть все шансы, что он внезапно испарится, пролюбится. А, как известно, у нас в армии нет, украли, есть пролюбил. Ну, пролюбим, назовем это так. Вот, поэтому все смарты будут из бюджетной категории, которые, в случае чего, они просто не жалко их ни на секунду. И вы банально идете, покупаете следующий смарт, и отправляете там сыну с посылкой с ближайшими, там, не знаю, возможностями своими, как у вас там будет. Вот, так, BQ Tank Mini, он стоит порядка, там, полутора тысяч, что-то такое, 1600-1800, полторы, в зависимости от вашей везучести, умения искать и прочее такое. Я ссылочки буду оставлять в описании под видео, поэтому посмотрите глазами, а там глядите сами. Хотите, покупайте, хотите, хотите, дальше смотрите. Значит, второй телефон, это у нас иной, по-моему, называется 246Z. Почему обе-две модельки эти? У них хорошие динамики, здоровые. И ребята, когда, ну, чем-то занимаются на рабочке, а это называется рабочка, когда они там, не знаю, прибирают что-то, где-то, что-то красят, они включают музыку, радио на телефоне, и он достаточно громко играет, как небольшая колоночка. Ну, вы сами знаете, что песня нам строить и жить помогает. Поэтому вот там две, в обоих, в обоих двух моделях есть большая колоночка, но надо будет заморочиться, и, соответственно, там у нас, как минимум, есть камеры. То есть, для начала закрасить, уничтожить механическим способом камеры. Для этого там телефон разбирается, он там расчелкивается на маленьких нинтиках, и все это дело оттуда выковырится, либо берете просто дома маркеры и замалевываете страшнейшим образом глазочек камеры. Так, это что касается этих двух моделей. Плюс, опять-таки, есть еще телефон от компании F+, называется он, по-моему, F240. Да, F240. В нем тоже нет камеры, в нем есть наушники, флешка с возможностью поддержки музыки. Он сам себе неплохой, достаточно неплохо тоже держит аккумулятор. Он стоит дешевле тысячи рублей, и именно его я купил своему, и, соответственно, он по сей день с ним уже, ну, будем говорить, наверное, полгода. Ну, даже чуть меньше, потому что вначале были ошибки в виде Nokia, которые так с ним и остались. Ну, пользоваться им ему не дали, потому что там, ну, как мне сказал, он Bluetooth есть. Возможно, там еще, хотя тоже там механически была камера уничтожена, все дела. Вот. Но в нем маленький динамик, соответственно, он говорит, что вот это вот фигово. Наушники, ребят, проводные, самые бюджетные. То есть, проще посылать 10 раз наушники по 100 рублей, чем одни за тысячу. Это вот зарубить у себя на носу. В данном случае необходимо брать не качеством, а количеством. То есть, это вот прямо прописная истина. Записывайте все это дело. Далее. Часы. Никаких смарт-часов, никаких смарт-браслетов, ничего этого не допустимо. Все это будет забрано, в лучшем случае отдано, потом в худшем случае, понимаете, уйдет на сторону. Обычные электронные часы я брал фирмы SKM, да, SKM, по-моему, так они называются, SKM. Старая китайская картура делает достаточно неплохие часики электронные. Ссылочку тоже на них оставлю в описании. Они стоили порядка, там, что-то, 600 рублей. Тоже работают по сей день. Чем они хороши, у них есть подсветка и достаточно такой неплохой дисплей. Так, про электронику продолжаем. Очень неплохо, если изначально он с собой возьмет пауэрбанк. Пауэрбанк большой не надо. 5-10 тысяч миллиампер часов будет достаточно. Чем он компактнее, этот пауэрбанк, тем лучше. То есть, пятерка, десятка. Все, это предел никаких. 20-30 тысяч, это все не надо. Он его там фиг спрячет. А десятку легко, там, пятерка прячется. От одежды до потаенных мест приедет, как говорится, чуть-чуть освоится и все узнает. И желательно, опять же, это не обязательно, это я оправлял потом, это зарядку на несколько портов. То есть, я брал дешевую зарядку на 5-6 портов, потому что тактики, они все равно на повышенных каких-то, на повышенном вольтаже, они не заряжаются. Поэтому достаточно будет то, что если она будет выдавать 5 вольт, 2 ампера на каждый порт, этого будет за глаза достаточно. Потому что все эти электронные рачные пичиндалы, это будет заряжаться. Плюс, скорее всего, через определенное количество времени курящие ребята найдут способ, как заполучить себе все эти электронные дудки и прочие вот эти электронные пиписьки дьявола. И все это надо будет заряжать. Запас коротеньких проводов тоже я ему высылал и microUSB, и Type-C, в зависимости от того, что у вас там с разъемами. То есть, это тоже надо иметь небольшой запас, обязательно в порядке. Так, давайте я шпаргалку подсмотрю. Так, заканчиваем с электроникой, начинаем мыльно-рыльное. Понимаете, да, что всем придется бриться, бриться ежедневно, в худшем случае, в лучшем не ежедневно. У кого, что, как растет. Поэтому мыльно-рыльный. Для этого дела обязательно в порядке надо купить походную мыльницу, маленькую и подходную зубную щетку. И зубную щетку, не зубную щетку походную, а туда, где это футлярчик, где это будет все дело храниться. Вот. Тоже дорогое, ничего не берите. Есть все шансы, что это очень быстро куда-нибудь уйдет на сторону. Потому что ребята разные. Кто кого как воспитал, что-то греха таить. Без воровства армии не бывает. Далее, значит, гель для бритья, пену для бритья. Опять-таки, я брал бюджетный вариант из 100-150 рублей. Этого достаточно. Это все лучше, чем на сухую там с водой бриться. Лучше иметь два баллончика по 100 рублей, чем дорогой какой-нибудь там, не знаю, брендовой какой-нибудь конторы, которая у тебя мужественная и, как в Каминге говорили, спи, жена. Вот. Это будет все. Спи, жена. Поэтому гель, пену и крем после бритья. Раздражение никто не отменял. С мордой красной стоять и с раздражением тоже не самое лучшее мероприятие. Особенно сейчас палетал, пот и прочие дела. Поэтому вот я тоже бюджетный покупал. Там вроде 100 рублей. Крем после бритья. Все нормально, все отлично. Далее. Мыло. Мыло обычное. Мыло обычное. Какое-нибудь там дуру, не дуру. Вот это вот дело. Пару этих самых, пару брусочков. И я через знакомых находил старое мыло, которое выдавали на заводах. Такое вонючее хозяйственное мыло. Во-первых, очень хорошо. Если у вас там какие-то раны появляются, раны в последующем, чтобы лучше заживали, мыть с вот этим хозяйственным мылом. Это раз. Ноги мыть обязательно с хозяйственным мылом. Это сильно понизит количество микробов. А их там, поверьте, за день ношения берцев скапливается немало. Носки там тоже мега высококачественные. Просто Nike с Adidas покуривают, лежа в сторонке нервно. И ноги. И, соответственно, нет-нет, можно и голову мыть по причине того, что у некоторых, опять-таки, есть такая штука, как, по-моему, по-умному это Сибарьей называется. Короче, перхоть. Не без этого тоже голову она очень хорошо высушивает, мыло это. И перхоть и меньше становится, ребят. Поэтому новое хозяйственное мыло, это просто бесполезные вещи. Надо искать именно старое. Так, стельки. Стельки, так как берцы могут выдать и не совсем размер, всякое бывает, не было там, допустим, нужного размера, дали больше. Я встречал, когда приехали ребята, и в одной из частей на 43-ю ногу дали один, 43-й, а второй, 45-й. Не было. Берцы, вот, расхватали. В некоторых случаях остаются, допустим, 44-го нет, никто не заморачивается. Дадут 45-й размер. Берцы, если кто не знает, это штуки достаточно высокие на шнуровке. Это как коньки для катания. Если ты их зашнуруешь не плотно, не четко, нога будет в них вихляться, разбитые в кровь ноги тебе обеспечены. Поэтому берем специальные стельки, которые режутся в размер. Берем их неплохо, если несколько штук, особенно если парень пойдет в наряд там по парку, соответственно, будет по территории гулять под дождем. Они там в среднем по два часа, меняясь это делают, никто там не заморачивается. Ноги будут промокать. Соответственно, одни стельки вытащил, вторые положил. Пока там такие два часа сушатся, два часа ты новые стельки наделал, и они у тебя как бы впитывают. И ноги у тебя остаются сухие и не натираются. Стельки специальные, которые идут с маркировками под определенный размер, соответственно, сын приедет, поймет, какие у него достались берцы. Этой стелькой подгонит более-менее под свой размер, соответственно, вырезав. А ножницы, я думаю, там насуетит ничего. Все там есть, только надо подход знать. И, соответственно, себе в берцы положат эти стельки. Опять-таки, ссылки все будут в описании, чтобы там... Я не буду картинки вставлять, заморачиваться на монтаже. Кому надо, тот посмотрит. Кому не надо, тот, значит, и так все знает. Далее. Нитки-иголки. Нитки берите, не дешевите на какие-то китайские наборы. Фикс-прайсов. Это нафиг ничего не нужно. Берите в нормальных швейных магазинах. Я брал польские нитки. Они очень прочные для швейных машинок. Брал моток побольше, чтобы было с запасом. Потому что, как сами знаете, запас никуда ничего не делает. И брал иголки. Иголки тоже не берите из этих китайских наборов. Они тупые, как некоторые у нас. Даже еще, наверное, тупее. Как в фильме «Тупой еще тупее». Это вот про китайские иголки. Вот. И, соответственно, я брал немецкие. Они подороже. Но я брал немецкие иголки. И они просто шик. То есть, никаких проблем с нормальной проушиной, чтобы туда нормально влазила нитка. Без всяких вот этих хитрых манипуляций. Также очень настоятельно сильно рекомендую. Мамам, там, папам, кто чего как. Возьмите, уделите несколько вечеров перед отправкой. Покажите сыну, если вы до этого это не сделали. Основные моменты шитья. Как зашить там порванный шов. Как зашить, не знаю, порванный носок. Как пришить правильно пуговичку. Как завязать там. Может, кому-то это покажется смешно. Но есть люди, которые в армии шнурки завязывать не умеют. Не научили родители. Ходили они, не знаю, в подвернутых штанах. И, видимо, и с шнурками, спрятанными в кроссовке. Вот не умеют и все. И это очень сильно тяжело будет. Так. Что у нас еще? Далее. В обязательном порядке. Пара маркеров. Маркер один черный. Обычный вот этот вот, перманентный. Желательно потоньше. И второй маркер я брал. Они дешевые. По-моему, компания Paint называется. В строительном магазине. Маркер свадщика. Он пишет белой эмалью. Пишет на всем. Не знаю, там будет воздух поплотнее. Он на воздухе напишет. Потому что вещи подписываются вдоль, поперек все. Телефоны подписывайте. В обязательном порядке подписывайте их под аккумуляторами. На крышках аккумуляторы подписывайте. Потому что ребята просто банально друг у друга. У тебя сдох аккумулятор. Тебе надо маме позвонить с папой. Что ты будешь делать? Достал из коробки. Махнул аккумулятор. И все. У тебя нового. У кого-то нет. Все это дело потом, как говорится, ищется, находится. И выдаются мирных дюлей таких товарищам. Поэтому вот эти маркеры, которые пишут на всем. Вот подписывайте. Внутри подписывайте обувь. На язычках подписывайте ремни. Подписывайте бушлаты, форму. Все, что где не видно, но можно подписать. Подписывайте. В рукавах подписывайте. Это вам будет потом проще. В случае чего найти то, что у вас, так сказать, пролюбилось. Далее. Щетка обязательно для обуви. Щетка для обуви. Губка для обуви. И крем для обуви. Я брал, по-моему, салтон, крем, щетку. В общем, я погляжу по своим покупкам. Я все покупал в интернет-магазинах. Я нигде практически не ходил. Все заранее было куплено. Либо потом в последующем общении по смс-кам куплено было в интернет-магазинах. Ах, да, да. Кстати, про смс-ки. Опять же, я не знаю, как, чего. Я в основном пользователь Терри 2. И у Терри 2 очень дорого за смс-ки. У меня для этого специально карта Тинькофф Мобайл в телефоне. Вторая стоит. И подключено всего за 49 рублей. Остальное все услуги выключены. То есть, там абонентская плата в месяц 49 рублей. У меня безлимитные смс-ки. Опять-таки, на Тинькофф Мобайл, если кому-то надо, оставлю ссылку. Заказывайте заранее симку. Пусть она будет вторая у него. Хранится там где-то. Вот я сколько не посмотрел, в моем регионе, может быть, у вас по-другому. Может быть, там, не знаю, мне было проще всего именно на Тинькофф. То есть, вот 49 рублей у меня в месяц списывается за смс-ки. Потому что, пока ребенок там прочухает, что как, у нее не появится там сенсор. Либо же не появится возможность выходить куда-то там в телегу. В основном они все телеграммом пользуются. Поэтому до этого момента общения такие быстрые, мимолетные проходят смс-ками. Потому что бывают моменты, когда ребята накосячили мне, выдают телефоны. Просто банально настолько они заняты, что им некогда с вами поговорить. Вы это не пугайтесь. Это нормальное явление. Не каждый день. Это армия. Это не садик. Это не школа, где вы в любой момент можете позвонить, посмотреть. Бывают моменты, когда нет звонков, не знаю, и недели не было. Но могут прилететь смс-ка какая-то. Все нормально, там, жив-здоров, все. И у вас от сердца отлегает. И все, дальше мы служим. Служим дальше. И в идеале, как он мне сказал, в идеале, это просто будет царем он и богом у ребят. Это если у него с собой будет машинка для стрижки. Проводная, аккумуляторная какая-нибудь. Потому как, ну опять-таки, ни для кого я думаю не секрет, что у ребят довольствие не сверх большое. И они там нет-нет умудряются организовать маленький бизнес по мере своих возможностей. И в среднем подстрижка в армии просто у ребят стоит сотня. То есть они там друг другу на карту кидают. Кидают денежку или там на телефон кидают денежку. Ты подстригся и в виде спасибки там отправил соточку парню на карту и на телефон. Вот. Машинка. Это не 100%. Моего до сих пор машинки нет. Но он говорит, было бы неплохо, чтобы у меня была машинка для стрижки. Да, простенькая. Никаких там наворотов. Но желательно, чтобы она была. Теперь, наверное, ну в остальном там смотрите по ситуации. Список мой закончился. Основной в поездку там, естественно, каких-нибудь пирожков, булок дорожных. Те, кто едут с военкомата, некоторые моменты могут и неделю у ребят распределения ждать, сидеть в военкомате. Так сказать, военкомат может быть там, где рядом не очень-то в магазинах. Поэтому пока их приедут покупатели из учеба, купят, ну так сказать, заберут, выберут вашего дорогу. В дорогу желательно им в поезд булочек, чая, три в одном там кофе, чтобы они по дороге до этого запасов диких там, каких-нибудь там, не знаю, колбасы тоннами, курятины и прочее другое. Не делайте это все, это все не нужно. У них и так будут очень тяжелые сумки со всей своей, со своим скарбом. И вы тут еще сверху будете накидывать килограммами там яйца и курей. Они не на отдыхе едут. Дадут сухпай в дорогу, пожевать можно. А если у тебя еще и чаек есть горячий там подсветилки, какой-нибудь стаканчик, то и вообще замечательно. И теперь самое основное, самое основное, это, ребят, это чаты. Как только вы узнали, ребенок вам сообщил, в какую учебку он едет, начинайте поиски по соцсетям, телеграм-каналам, чатов, где-то там групп, в ВК, где будут мамы, папы, там предыдущих призывов, мамы, папы, ребят, которым вы служите. И поверьте мне, я когда полгода назад этот чат нашел, и в этом чате мы по сей день общаемся, хотя ребята уже с ущепки разъехались, и мы стали уже такой большой дружной армейской семьей, в этих чатах гораздо легче, гораздо легче переносится какие-то там взгоды, невзгоды и лишения, вот так вот. Взгоды и невзгоды, и сверху лишения, потому что легкой службы не бывает. Ну, может и бывает, но я таких не знаю. С такими ребятами я не знаком. Поэтому ищите эти чаты, естественно, сейчас время неспокойное, админ будет задавать вам некоторые вопросы, там кто, куда, откуда едет, откуда забирали, фамилия, имя, все это говорите как есть. Иначе, если вы будете в молчанку играть, никто вас туда не добавит. Чаты в основном все в телеге, они закрыты, чтобы там не было возможности туда разные картинки закидывать и прочую ерунду, там, в тиктоке и прочие веселые видео. Поэтому они закрыты. Надо, там, админ найдет способ, он может, у него есть права, выложить вам какие-то фотографии, ребят. У меня, как говорится, пользуюсь моментом огромной благодарности Ирине Николаевне из Оренбурга, хозяйке чата учебного центра 106. Огромная ей благодарность за ее работу, которую она делает в Оренбурге, в учебке. Она помогает солдатам, это просто, это мама-мам, солдатская мама. Там, не передать словами той радости, которую я испытываю, когда я ее вот вспоминаю моменты. А я до сих пор там в чате, в этом общаемся мы, сейчас ребята придут с новых призывов. Мы им какие-то будем советы уже дать, как опытные мамы, папы. У нас свои чаты уже есть, чаты военных частей, куда ребята приехали. То есть телефон, вот если бы я сейчас не включил бы режим полета, он бы сейчас разрывался от огромного количества сообщений, от родителей. Это вот самое важное для вас. Поверьте мне, самое важное, после того, как вы все отправите, это найти такой чат. Это очень важно, не поленитесь, погуглите, найдите информацию. Сейчас век технологий, и кто ищет, тот всегда найдет. Все, длинное, долгое видео. Кто досмотрел до конца, спасибо. Можно лайк поставить за труды мне, за мои старания. Насчет подписи на канал, он техноканал. Это вот просто, вот как от сердца говорю, это чистая импровизация. На этом заканчиваю. Пока-пока.